Район гор Даляншань когда-то был одним из самых бедных уголков Китая. Эта земля видела, как полные решимости и силы воли китайские коммунисты, из поколения в поколение, не боясь трудностей и опасностей, покоряли горы и объединялись на борьбу ради лучшей жизни народа. В 1970 году, благодаря усилиям 300-тысячной армии дорожных строителей, открылось движение по железной дороге Чэнду-Куньмин, которая соединила две провинции — Сычуань и Юннань. В провинции Сычуань она прошла через бескрайние горы Даляншань, связав с внешним миром землю, которая когда-то была отрезана от него. Эпоха изменилась, но скорость этого особенного пути поезда и цена на билеты осталась прежней. Так же, как и первоначальная цель помочь народу жить счастливой жизнью. Сегодня зеленый поезд все так же каждый день в установленное время вывозит из гор людей, которые живут вдоль железной дороги Чэнду-Куньмин, вместе с их сельхозпродукцией и животными. В эпоху высокоскоростных железных дорог, когда все больше людей живет в быстром ритме, в стране по-прежнему ходит 81 общественно полезный медленный поезд. Этот поезд стал общественным транспортом, на котором представители народности и ездят к родственникам и друзьям, составом, на котором они приезжают на базар зарабатывать деньги, и школьным автобусом для детей. В 2014 году в рамках проекта по реконструкции железных дорог началось строительство высокоскоростной дороги Чэнду-Куньмин, которая проходит параллельно старой ветке железной дороги. Почти одновременно с этой дорогой был проложен путь к достижению среднезажиточной жизни для населения Ляншань-Ийского автономного округа. 11 февраля 2018 года генсек Си-Динпин прибыл в глубинный район гор Даляншань и посетил бедные семьи народности И, посмотрел на их быт, расспросил их о том, как они живут и услышал то, что было у них на сердце. Переезд в новый дом, создание производства, усиление инфраструктурного строительства, доступ к образованию. Земля, которая раньше была неплодородной, наполнилась новой жизненной энергией.